2676 случаев заражения коронавирусом выявлено в Азербайджане за последние сутки. 3893 человека при этом выздоровели, 38 скончались. Сообщает об этом оперативный штаб при кабинете министров страны. С начала пандемии в Азербайджане зафиксировали свыше 455 тысяч случаев инфицирования. Что касается вакцинации, то ее за последние 24 часа прошли более 52 тысяч человек. Общее количество использованных доз препарата превысило 7 миллионов 609 тысяч. В число стран с более чем 20 миллионами случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено более 40 миллионов инфицированных COVID-19. В Китае обнаружен новый эпицентр заболевания коронавирусом. Им стала восточная провинция Фудзянь. Здесь были зафиксированы 20 случаев заражения инфекцией. При этом за минувшие сутки в стране всего было выявлено 46 новых заболевших коронавирусом. Из них 26, по данным Госкомитета, привозные. СМИ пишут, что с 22 сентября в Великобритании начнется массовая вакцинация против COVID-19 в школах для детей 12 и 15 лет. Между тем, чиновники системы здравоохранения США предполагают, что в ближайшее время в стране позволят вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Речь идет исключительно о препарате компании Pfizer. Совет по образованию Лос-Анджелеса уже проголосовал за обязательную вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 12 лет для допуска кочным занятиям в школах. В Израиле с начала пандемии выявлено более 1 миллиона зараженных. Специалисты считают, что пик четвертой волны эпидемии пройден. При этом в настоящий момент заражены более 83 тысяч человек. Согласно отчету Министерства здравоохранения Израиля, 47% зараженных коронавирусом в стране в возрастной категории до 19 лет и только 6% старше 60. При этом 70% из них тяжелобольные. Большинство людей старше 60 лет уже вакцинированы и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Тем временем в Японии более половины населения получили обе дозы вакцины от коронавируса. Ожидается, что такими темпами до конца месяца количество полностью привитых граждан страны увеличится еще на 10% и превысит 60%. Ответим, что вакцинация в Японии началась 17 февраля. В стране разрешены к применению три вида вакцин от коронавируса – Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Прививают здесь лиц старше 12 лет.